Привет, всем привет! Пришло время ознакомиться с вот этим полетным контроллером. Это Omnibus F7, самый мощный на данный момент полетный контроллер. И он нафарширован просто по самое не хочу. Тут есть практически все, что нужно и вообще не нужно обычному человеку. Тут даже барометр есть. Пока более продвинутого контроллера на данный момент не существует. Давайте разберемся, чем же он так хорош. Погнали! Начнем первонаперво с распаковочки. Он абсолютно пустой, никаких пинов, ничего нет. Но производитель полагается на то, что вы продвинутый пользователь разберете такой навороченный полетный контроллер. Итак, во-первых, посмотрим на его внешний вид. Я должен сказать, что внешний вид его поражает. Такой здоровый микроконтроллер на коптере. Я, ну это реально, это размер очень приличный. Смотрите на мой пальчик. Если взять, например, F4 вот на Асгарде. Он, ну, в разов в два меньше, вот F4. F7 здоровенный, сейчас в данный момент, насколько я знаю, ведется очень активная разработка уменьшенного версии. Там будет несколько меньше выгодов, насколько я знаю, и общий размер значительно уменьшится. Как всегда, у AirBot просто невероятное качество пайки. Я не знаю, как они умудряются осуществлять такую качественную работу. Для начала здесь есть огромный процессор. Потом есть два датчика гироскопа. На данный момент они работают, к сожалению, по очереди. То есть можно выбрать либо один, либо другой. В будущем, насколько я знаю, допилят прошивку. И более скоростной датчик будет получать информацию с более медленного датчика. Это ICM-сенсор и МПУ-6000. То есть один рассчитан на 8 кГц, другой рассчитан на 32 и выше кГц. Соответственно, более быстрый датчик будет получать данные с более медленного. Но, учитывая их разницу, будет происходить фильтрация от всяких вибраций, от всяких нежелательных вещей. Чтобы коптер знал не на то, насколько сильно он вибрирует, а именно его положение относительно всех осей. Также присутствует барометр и USB, как всегда, золотого цвета. С обратной стороны у нас с вами слой для SD-карточки. Никакого блокбокса на встроенную флеш-память. Только SD-карты, только хардкор. Также я вижу, что здесь есть небольшое, видимо, преобразовательное напряжение. А ОСД через ДМА идет сюда и подключается напрямую к полетному контроллеру и настраивается через Betaflight напрямую. Вот так выглядит контроллер вблизи. С обратной стороны он вот такой. Большое количество всяких разнообразных выводов. Все, что угодно сюда, мне кажется, можно подключить. Прежде всего, конечно, полетный контроллер необходимо подключить к компьютеру. Подключаем. И прежде всего, нам его нужно прошить. Нажимаем firmware flasher. Убираем прошивальщик. Загружаем load firmware. Убираем Betaflight 3.2. Нажимаем OK. Flash on Connect. Получить Arrays. Флату убирать нам не обязательно. И нажимаем flash. Теперь вытаскиваем это все дело. Зажимаем верхнюю кнопочку. Уставляем USB. И нажимаем flash. Прошивка идет. Итак, прошивка завершена. Прежде всего, смотрим, что у нас здесь есть. Пока в прошивку включены только три у ArtPort. Но в дальнейшем их добавят больше. На данный момент рабочие пока три. Но тут частично не работают какие-то вещи. D-Shot пока 600. Но через команду строку можно выставить и 1200. Понятно. Да, забыл сказать. Чтобы работать с Betaflight 3.2. Конфигуратор, хоть и написано 3.1.1. Но это более новый конфигуратор. Не тот, который вы скачиваете через магазин Chrome. Необходимо закачать самый новый конфигуратор с GitHub. 32 кГц скорее сейчас пока не включится. Поскольку у нас выбран пока первый гироскоп. Также на плате присутствует барометр. Он работает. Я проверил. В Betaflight 3.2 появилась вот такая вкладка. Где отдельно настраивается ток. Также напряжение каждого отдельного регулятора. Поскольку у нас появились регуляторы с телеметрией. А пока это, насколько я знаю, не имплеметировано. Но мы это еще чуть позже проверим. Для того, чтобы выбрать второй гироскоп, который присутствует на плате. Это ICM20608. Мы должны ввести команду. Какую именно команду я не знаю. Поэтому мы напишем DUMB и посмотрим, какие команды присутствуют. Где-то сам наверху должна быть эта команда. Вот она. Эта команда показывает контролирую, который из сенсоров использует данный момент. Мы выбираем единичку. Сохраняем. Хорошо. Пока все работает. Теперь я думаю, можно включить как минимум 8 на 8. Проверим, работает ли и сохраняется ли. Так, все сохранилось. Нагрузка на процессор 10 примерно процентов. Попробуем выставить 16. Ну, видимо, 16 тоже работает. Нагрузка на процессор сейчас 31, 32. Давайте отключим акселерометр. 18, 20. Хорошо. Нагрузка немножко упала. А давайте попробуем 16 на 16 поставить. Ну, я уже вижу, что здесь сотка была сейчас. Прошивка еще кривовата, как я уже говорил. И, к сожалению, пока не работает стабильно на F7 процессоре. Очень большая часть оптимизации пока отсутствует. Прошивка, считайте, просто перенесена с F4 вот сюда. И много очень чего не работает как следует. Соответственно, в данный момент у нас загрузка 100. Хотя, на самом деле, она не должна быть такой высокая. Потому что 32-16 берут практически все F4 со скоростными гороскопами. А здесь даже 16-16 у нас не получается взять. Давайте попробуем 10-67. Ну, вот 10-67, нагрузка 21. То есть, мы немножко добавляем всего лишь... Всего лишь на чуть-чуть увеличиваем скорость обновления. Нагрузка прилетает до сотни. Попробуем 32-32. Ну, все работает, конечно. Но нагрузка также осталась на сотке. Потому что оптимизация пока еще недостаточно. Кроме того, я должен сказать, что вот эта прошивка, которую я сейчас закатал на этот контроллер, она появилась буквально день или два назад. Соответственно, она совсем-совсем новая. Да, 32 кГц сохранилась. Так вот, прошивки появляются буквально каждый день два. Соответственно, они очень-очень активно в данный момент пилят эту прошивку. Каждый день появляется новая версия. Каждые 2-3 дня уже что-то кардинально меняется. Буквально пару дней назад не работал у ART 3. То работали, то не работали выводы на моторы. Сейчас это уже все работает. Сейчас уже все это починили. Я говорю, скорость разработки просто бешеная. Но на данный момент, к сожалению, 32-32 контроллер не работает с такими частотами. Как бы он работает, но нагрузка на процессы 100%, хотя должна быть и ниже. Я пока оставлю себе 1067, поскольку на таких частотах у нас нагрузка примерно 20%. На контроллер у меня очень большие надежды. Стоит ли мне установить его на коптер и попытаться настроить его с регуляторами в RAISE 32? Либо пока подождать, буквально там может быть неделю, полторы-две, пока наконец прошивку конкретно допилят. Если вы хотите, чтобы я собрал коптер все равно на этом контроллер, который и протестировал, и может быть потихонечку, как только появится прошивка, мы поднимем чистое обновление гироскопа и пит-тайм, и пит-лупа. И напишите об этом в комментариях. Если вы считаете, что следует подождать, то, соответственно, тоже оставите такой комментарий. А на этом все. Пока мне сказать про этот контроллер больше нечего. Контроллер отличный. Железо у него отличное. Но девелоперы пока тормозят с прошивками. Open-source прошивка, поэтому выпускает железо, а под него уже потом допиливают потихонечку прошивку. Контроллер сам абсолютно стоит, я считаю, своих денег. Он очень качественно сделан. Тут есть огромное количество функционала, которые отсутствуют в том же Revolt, при аналогичной технической базе. Осталось лишь допилить прошивку. Как только будет прошивка стабильная, тут присутствуют и OSD, и несколько UART, и SDK-каточка, и встроенный преобразователь на 5 вольт. И вообще все, что угодно. Здесь есть два сенсора, которые в дальнейшем, возможно, будут работать в режиме фильтрации друг друга. Есть также бузер, есть также выход на подсветку, есть отдельный вход на S-BUS. В этих платах Omnibus или Omnibus всегда все очень хорошо в этом плане. Выходов очень много, они очень универсальны, огромный функционал и высокое качество. Ну, друзья, а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Заглядывайте в описание, там оставлю ссылочку на этот полетный контроллер с купончиком, как всегда. Плюс оставляйте комментарии, что мы будем делать с этим полетным контроллером. На этом все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok